МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Юные патриоты". На базе 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка прошло открытие военно-патриотического клуба. -"Я собираюсь участвовать во всей жизнедеятельности нашего клуба". -"Какие цели у объединения?" -"Разделка совести". Выявлена схема незаконной продажи мяса. -"Проводится проверка". К чему привел кровавый бизнес? В объятиях Мельпомены, в областном театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича открылся новый сезон. -"В этой пьесе, как ни в какой другой, вот эта вот любовь к родине". Что вызвало бурные аплодисменты? -"Зеленые погоны". -"И разделяй, и сокращай". На городских мусорках устроили завал. Кто пренебрегает правилами? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета. Президент задал Владимиру Орловскому ряд вопросов. Они касались обеспечения транзита грузов и помощи предприятиям в условиях ограничений со стороны Запада, ситуации с платежами и пополнением бюджета по линии работы таможенных органов. Традиционно, тема безопасности. В частности, белорусского лидера интересовала борьба с контрабандой. Я вспоминаю вообще свою службу на границе в советские времена. И вот так подумал перед нашей встречей о том, что таможенные органы, да и пограничники, они сегодня уже несут службу в совершенно иных условиях. Особенно таможенники. Если раньше, в былые времена, ну, проверили туда-сюда документы, жесткая была какая-то дисциплина на границе, ну, работы меньше было у таможенников. Сейчас работы добавилось значительно. Руководитель ГТК отметил, структура в непростых условиях поменяла систему работы. Грузы оформляются удаленно из любой точки страны. В том числе круглосуточно. В итоге объем таможенных поступлений в бюджет за январь-август больше прошлогоднего на 16%. Мертвые туши. 67-летний житель Чауского района нелегально занимался скупкой, разделкой и реализацией мяса. На протяжении года мужчина массово скупал скот у населения, доращивал до убойного веса, после продавал частным лицам Беларуси и России. Для разделки и хранения туш горе-предприниматель использовал холодильную камеру хозпостройки. Ветеринарно-санитарные требования ушли на второй план перед манией денег. По фактам нарушения ветеринарно-санитарных норм, а та же налоговое законодательство, проводится проверка. В ходе осмотра обнаружено и изъято по три тонны мяса говядины. По результатам проведенной экспертизы, продукция признана небезопасной и утилизирована. Долг, честь Отечества. На базе 83-го отдельного инженерно-аэродромного ордена Красной звезды полка открылся военно-патриотический клуб. В этот день 14 парням и девушкам предстояло произнести торжественную клятву и получить удостоверение воспитанников. Поддержать ребят в таком знаковом событии пришли их родители, представители Бобруйского горисполкома, офицеры и военнослужащие, духовенство и ветеран Великой Отечественной. В адрес юных патриотов поздравления и напутствия. Мы готовим патриотов своей страны, тех людей, которые своим отношением ко многим-многим вещам, к малой родине, к родителям, родным и близким, соседям, к национальной символике, к благоустройству элементам, проявляют правильные отношения, соблюдают некие этические нормы и правила и тем самым укрепляют страну, укрепляют ее духовно, укрепляют ее материально. Я собираюсь участвовать во всей жизнедеятельности нашего клуба, а также я собираюсь поступать на военный факультет нашей Республики Беларусь. Сегодня в Бобруйске насчитывается шесть клубов военно-патриотической направленности. Это движение объединяет более 130 молодых горожан, которые своим примером готовы показать сверстникам качества, достойные настоящего гражданина. Вопросы чистоты и экологии. Осень – пора сбора урожая. Зачастую домовладельцы пренебрегают законом и несут непригодную растительность с огородов на городские мусорки. Однако такой вариант противоречит схеме обращения с твердыми коммунальными отходами. Если обратиться к букве закона, есть несколько способов правильной утилизации. Создание во дворе дома, компостной ямы и вывоз на полигон. В первом случае полученный перегной после можно использовать как удобрение. За то, что граждане размещают свои растительные отходы в местах, для того не предназначенных, предусмотрена административная ответственность. Это часть третья, статья 1644 – это нарушение иных требований законодательства в обращении с отходами. Для юридических лиц максимальная ответственность – это до тысячи базовых. Почему? Потому что юридические лица тоже могут размещать отходы в неустановленных местах. Если никакой из вариантов не подходит, на помощь приходит спецавтопредприятие. Растительные отходы – это отходы обрезки деревьев, кустов, отходы овощей, фруктов и тому подобное – не относятся к твердокоммунальным отходам. Согласно схеме обращения с коммунальными отходами, спецавтопредприятие предоставляет услугу на платной основе два раза в месяц по заявочному принципу. Стоимость вывоза растительности – 12 рублей 80 копеек. Спецмашина работает два раза в месяц. Для удобства и удешевления процесса несколько домов могут сделать коллективную заявку. Больше информации на сайте спецавтобобр.бел. С песнями и танцами. В областном театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича прошло открытие юбилейного 80-го сезона. Зрители насладились премьерой музыкальной комедии «Идиллия». Рапсодии искусства прониклась и Елизавета Липеева. Народу сколько собралось! Наше-то веселье всем понравилось! Не хмурьтесь и не скучайте! Открытие театрального сезона встречайте! Бобруйский храм искусства с порога окутывает грандиозностью светского события. И оценителей прекрасного встречает и выставка работ декоративно-прикладного искусства, и танцевальная мастерская, и чарующие звуки живой музыки. В зрительном зале аншлаг. На сцене едва ли не вся труппа. Мастерство артистов – продуманные до мелочей декорации роскошные костюмы. Театральный антураж с первых секунд переносит в прошлое. Идиллия начинается. Мы всегда заранее и с большим трепетом готовимся к открытию театрального сезона. Не просто так обратились к произведению Дунина Марцинкевича. Я считаю, что символично было бы юбилейный театральный сезон открыть пьесой основателя белорусской драматургии. Классика в новом прочтении. Идиллия на сцене областного театра гремит уже в третий раз. Главная героиня Юлия вновь решает распутать клубок судьбы, открыть взор у заграничного короля необъятные прелести родной земли. История, окутанная любовными нитями, будоражит сердца зрителей неустанно. В этой пьесе, как ни в какой другой, вот эта вот любовь к родине, вот этот романтизм, вот это вот воспевание своей батьковшины, это вот здесь все это отражено. Только мы вот воспели театральными средствами как могли. То есть и светом, и музыкой, и пластически. Идиллия Винцента Дунина Марцинкевича, написанная почти два века назад, подтверждает, великие произведения живут вечно. Сюжет пьесы и в 21 веке вызывает бурю эмоций у зрителя. Пропитанный оттенками современности, спектакль, кажется, затрагивает струны души каждого. Костюмы просто безупречны. Переносимся в эту эпоху. Эти шляхетские костюмы, головные уборы у женщин. Очень нравится атмосфера, белорусская мова. Просто в восторге. Я регулярно хожу в театр, и мне нравится постановка, веселая, интересная. Актеры играют, как за уседу у нас, на высшем узороне. И они, на виду, проживают то же те, каким живут их герои. Под большим впечатлением. Мы рады, что мы приехали. Мы сами не местные. Мы приехали из города Рогачево. Поэтому всем привет и большое спасибо за такой радушный прием. Ради почти двух часов премьеры музыкальной комедии артисты миновали тернистый путь репетиций. На воплощение шедевра классики ушел месяц кропотливого труда. Я из России, я не знаю белорусский язык. И для меня, изначально, когда мне дали текст, ну для меня это просто набор случайных звуков и букв, которые мне нужно выучить, поставить ударение в каждом слове, понять, как это произносится вообще, потом перевести. И это все. Так что сложности было достаточно. Текст такой достаточно сложный. Это не тот текст, на котором мы привыкли разговаривать в нашей современной Беларуси. Все-таки это какие-то слова, которые уже не употребляются в обиходе. Результат налицо. Все режиссерские ходы оценены по достоинству. Зритель в восторге, а для артистов это главная награда. На самом деле это большой фурор был. Это большое было удивление. Ну, на самом деле. Работа была очень быстрая, подвижная, кропотливая. Тяжело было. Тяжко, скажем так. Очень тяжко. Но, как говорится, зритель говорит нам о результате своими аплодисментами. Бесконечные овации, цветы от председателя горосполкома, яркие огни праздничного торта. 80-й театральный сезон открыт. Бобруйский храм искусства вновь будет радовать любимого зрителя помпезными постановками. Ну, а музыкальная комедия «Иделия» уверенно претендует на звание визитной карточки областного театра. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Традиции рукоделия и молодежное движение. В преддверии Дня народного единства в Бобруйске уже начали отмечать новый праздник. В Центре досуга и творчества выставка «Скарбы родной хаты» собрала аншлаг зрителей. От подрастающего поколения до представителей духовенства. Здесь и рушники, и скатерти, и картины, и ковры. Весь спектр ткацких шедевров. Среди экспонатов есть и те, которые передавались из поколения в поколение. Наша выставка приурочена Дню народного единства. Что нас объединяет? Нас объединяет наша память, наша история, преемственность, а еще благодарность. Благодарность ныне живущего поколения. Сегодня я бы хотела к этому посвятить и привлечь еще больше молодежи, чтобы они узнали об этом. Потому что все это делали наши прабабушки, бабушки, зимними вечерами, собираясь у лучины, спеваючи песни. И вот такая красота, наследие, это наследие, это история, это богатство нашей культуры. Они сохранили для нас, передали нам, а наша задача сохранить и передать дальше. Я выписываю журналы. По почте приходят мне журналы, вот что-то понравится, такое вот душевное, возьму и вышью. И получается хорошо. И вот попала сюда на выставку. Я до этого была на выставке в городе, здесь же. Два раза была. Это уже третий раз у меня. В молодежном парке развернулся соответствующий месту флешмоб «Мы вместе». В канун важного государственного праздника новоиспеченные члены БРСМ получили свои билеты, поймали ритмы танцевальной и музыкальной волны вместе с артистами Росквита. Праздник для ребят организовали городской комитет общественного объединения и администрации Первомайского района. Я особенно рад, что получил свой молодежный билет БРСМ в преддверии такого праздника, как День народного единства. И мне эта дата запомнится надолго. Сегодня я наконец-то получила свой молодежный билет, особенно в преддверии такого большого праздника, как День народного единства. Мы, белорусы, единый народ. И мы показываем свое единство, вступив в БРСМ. Основная часть мероприятий запланирована на 17 число. В этот день бобручанам стоит ждать праздничный концерт, а также открытие нового участка дороги. Знаковые события обещают пройти с размахом. Мы продолжаем наши прогулки сразу после новостей новой выпуск историко-культурного проекта «Старый город». Предметом нашего интереса на сей раз стало самое посещаемое здание города. Место встречи – социалистическое 56-40. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok